Мы находимся на гоночной трассе, расположенной на шведском острове Готланд, который известен как шведская Майорка, потому что здесь всегда жарко. А это горячий, невероятно стильный Cayenne Turbo GT, выделенная нижняя часть с массивными воздухозаборниками, стандартными фарами со светодиодами в цвете Arctic Grey с особыми колесами. Зеленый гоночный цвет, с дисками золотистого цвета неодайм, либо полностью черный кузов с черными дисками. И еще один, очень интересный, меловой цвет кузова, с синими дисками, а значит вариантов достаточно много. А как насчет белого кузова и золотых дисков? Очень необычное сочетание, не так ли? Максимальная скорость этой штуки составляет 300 километров в час. Это самый быстрый Cayenne. Скоро я расскажу вам подробности о двигателе. Сегодня очень жарко. Колеса на 22 дюйма в цвете неодайм входят в стандартную комплектацию. В стандартную комплектацию этой самой продвинутой модели входят углеродно-керамические диски, а также подруливающая задняя ось и система подавления крена. Все это вы получите с этим автомобилем. Пневматическая подвеска на 17 миллиметров, ниже, чем у стандартного турбо, и на 7 миллиметров ниже, чем у GTS. Она ниже, чем у всех остальных моделей. Здесь повсеместно используется углеродное волокно. Эта модель со спортивным облегченным пакетом, с крышей из углеродного волокна, а также брызговик из углеродного волокна и мощные задние спойлеры. На самом деле их два, один здесь, другой там. И они добавляют 40 килограммов прижимной силы сзади. Как вы можете видеть, это купе Каен. Турбо GT выпускается только в кузове купе с четырьмя сиденьями. У него более широкое колея и увеличенные углы отрицательного развала, что делает его еще более спортивным. На трассе Нюрбургринг время прохождения круга составляет 7 минут 38 секунд. Время разгона до 100 километров составляет 3,3 секунды. Здесь особые титановые выхлопные трубы, когда они сильно нагреваются, синяя часть начинает светиться. Также имеется диффузор из углеродного волокна. Под капотом 4-литровый V8 с двумя турбинами, мощностью 640 лошадиных сил. Модель полноприводная, с приоритетом задних колес. Возможно, вы узнали двигатель Audi RS Q8, это действительно он. Как я уже говорил, показатель разгона составляет 3,3 секунды. Фирменный, легкий брелок Порше. Звук закрывания двери. Очень солидный. Имеется опциональное мягкое закрытие дверей. В салоне повсюду Алькантара. Этот материал идеально подходит для гоночного автомобиля. Рулевое колесо с контрастной строчкой на внутренней стороне, а также желтая метка на 12 часов сверху. Алькантара с перфорацией в середине сидения, для еще большей воздухопроницаемости при вождении на треке. Вышитая надпись Turbo GT. Здесь частично используется натуральная кожа, но по большей части Алькантара. Потолок также обшит ей по всему периметру, что создает красивую и уютную, но в то же время гоночную атмосферу. Кроме того, обратите внимание на логотип Порше, расположенный на средней консоли и ручке, которые также обшиты Алькантарой. На мой взгляд, это один из лучших салонов Порше Каен. Он темный, а светлый, возможно, смотрелся бы интереснее. Для спортивного салона это потрясающе. Может быть, вы тоже слышите эти звуки. Здесь атмосфера автомастерской. Обзор салона. Здесь четко можно видеть прекрасные гоночные особенности. Панель приборов также покрыта Алькантарой. Особый задний фон для аналоговых часов и цифровых приборов слева и справа, а сбоку можно отобразить карту. В середине расположена информационно-развлекательная система PCM 6.0 с Android Auto. Рулевое колесо с отличным покрытием из микрофибры. Оно лучше, без сомнений. Создает уютную и в то же время спортивную атмосферу. А еще имеется возможность выбора режимов движения на рулевом колесе и красная кнопка для активации функции Авербуст. Средняя часть в глянцевом черном цвете, хотя бы, здесь есть ручная регулировка климатической установкой. Стандартные подстаканники Порше. Подлокотник также можно открыть, чтобы получить доступ к зарядным разъемам. Информационно-развлекательная система довольно отзывчивая, но несколько раз она зависала. Я надеюсь, что в этом последнем обновлении все станет лучше. Вы можете видеть, что мы находимся на острове Готланд. Впервые в Порше появилась поддержка Android Auto. Интеграция выглядит так. Apple CarPlay можно подключить беспроводным способом, а Android Auto только проводным. Интеграция, на мой взгляд, в настоящее время достаточно четкая и понятная. Иногда она подтормаживает, но на данный момент работает достаточно хорошо. Пользователи Android теперь тоже могут приобрести Порше. Когда вы переключаете режимы вождения и переходите в спортивный режим, активируется спортивная выхлопная система, в режиме Sport Plus также меняется подвеска. Мы можем выдвинуть спойлер, когда не двигаемся, для демонстрации или чистки. Однако при движении он выдвигается только на высоких скоростях. Мне очень нравится посадка в автомобилях, построенных на этой платформе. Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg и прочих. Это полноразмерный внедорожник с вертикальной посадкой и в него легко сесть. Для высокого взрослого никаких проблем. Здесь по-прежнему много места над головой при моем росте 186 см. Также здесь имеется электрическая регулировка руля. А если вы немного ниже ростом? Вот мои мысли по этому поводу. Мой рост 1 метр 73 сантиметра, и я не чувствую себя потерянным в этой машине. У нее очень тонкая и низкая приборная панель. Она не выступает слишком далеко. К сожалению, лобовое стекло не очень высокое, кажется, что вы надели солнцезащитные очки. Но в целом, положение сидения, даже при полностью опущенном сидении, обзор во все стороны приличный. Сзади только четыре сидения. Посередине есть только такое отверстие, а среднего сидения нет. В большинстве случаев с этим можно смириться. Эта компоновка с раздельным сидением создает спортивное ощущение и при этом очень удобное. Однако в кузове внедорожника вы получите больше комфорта, чем в Turbo GT, потому что здесь, в купе, задний диван немного ниже и под другим углом. Здесь достаточно пространства над головой, за счет меньшего комфорта, что вполне терпимо. В конце дня вам нужно разместить гоночные перчатки, шлемы и комбинезоны в багажнике. Несмотря на гоночный характер, этот автомобиль при желании можно использовать как семейный. Высота в купе немного ограничена, но это терпимо. Метр в ширину и метр в длину. Как вы можете видеть, даже в вертикальном положении тележка сюда без проблем влезает.